МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Новая мера поддержки малообеспеченных семей с детьми появилась в России. Трогательная история детской доброты. Мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором попросил его помочь военнослужащим. Любого человека, кто прочитал это письмо, сразу так берет заживую, что даже слов нет. В Расторгуевской библиотеке проходит сбор пустых жестяных банок, из которых будут изготавливаться окопные свечи для участников СВО. Узнали мы об этой акции чата местного. У нас есть активистка, которая ведет активную жизнь в Расторгуево. С января 2023 года в России появилась новая мера поддержки малообеспеченных семей. Документы на выплату единого детского пособия можно подать в подмосковных многофункциональных центрах. Новая мера поддержки объединяет несколько различных выплат. Пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также на детей с рождения и до 17 лет. Выплата назначается нуждающимся семьям на 12 месяцев. После этого срока нужно будет подавать новое заявление. Размер единого пособия определяется индивидуально. Он составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. В Подмосковье он составляет 18 832 рубля для трудоспособного населения и 16 759 рублей на ребенка. Оценивается также доход и имущество семьи, учитывается занятость родителей. Заявление на единое детское пособие можно оформить в любом МФЦ. Решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором попросил его помочь военнослужащим. О том, что получили солдаты и как за это отблагодарили юного патриота, расскажет Юлия Погосян. Письмо Деду Морозу 13-летнему Саше Трифонову помогала писать бабушка. Мальчика тяжелый диагноз, детский, церебральный паралич. Семья отважно борется за жизнь Саши, который оказался настоящим патриотом своей родины. Пожертвовал новогодним подарком в пользу военнослужащих. Любого человека, кто прочитал это письмо, сразу так берет за живое, что даже слов нет. И основной смысл письма – Деду Морозу, мне подарок не нужен, а лучше сделать подарок бойцам, которые сегодня участвуют в спецоперации на Украине, чтобы этот подарок им помог победить. Дед Мороз мечту исполнил. Почетную миссию передать подарок доверили Владимиру Писаченко, который на днях доставил в зону проведения СВО «Квадрокоптер». Это чудесный подарок. Веспилотный летательный аппарат Дед Мороз подарил нам от Саши Трифонова. Саша, спасибо тебе большое за такой подарок, который нам поможет одержать победу. Ты настоящий патриот своей страны, настоящий герой. Победа будет за нами. Бойцы передали Саше ответное письмо, в котором пообещали мальчику вернуться с победой. Я думаю, вот этот весь внутренний духовный настрой должен ему помочь. Мы надеемся, что Саша поднимется, мы еще с ним футбол погоняем. У нас очень большое желание, а как говорится, у нас есть мечта. А мечты должны сбываться. И вот Саша, мы всей душой, я хочу сказать, выздоравливай. Становись на ноги и побежим. Хороший, солнечным днем, весенним с тобой погоняем футбол. Я думаю, даже мальчишки приедут. С удовольствием, когда закончится война, мы с тобой еще погоняем. В ответ на доброту и внимание Саша получил еще один подарок с Донбасса. Местный кузнец изготовил для мальчика статуэтку. Мы нашли мастера, который делает такие вещи. И он нам передает в дар для Александра, мальчишки, который тяжело болен, вот этот сувенир. Санечек, выздоравливай и держись. Донбасс весь за тебя. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В Росторговской библиотеке проходит патриотическая акция по сбору пустых жестяных банок, из которых будут изготавливаться окопные свечи для участников специальной военной операции. Принять участие в благотворительном мероприятии может любой желающий. В Росторговской библиотеке собирают банки из-под консервов. Необычная акция стартовала с начала января. Далее из этих жестяных емкостей будут изготавливать свечи, которые позволят солдатам согреть руки, вскипятить кружку воды или разогреть еду. За вчерашний день я считаю, что неплохо мы набрали. Дай бог, чтобы побольше приносили, чтобы свечи мы сделали и было все хорошо. Наша читательница Зиберева Анна Сергеевна, она у нас это все и вещи, и баночки забирает и уже отвозит по назначению. Местные жители Сергей и Ирина Самойловы с удовольствием присоединились к акции. Тем более, что после новогодних застолий осталось много пустых банок. Супруги считают, зимой такая помощь становится очень существенной для наших бойцов. Узнали мы об этой акции из чата местного. У нас есть активистка, которая ведет активную жизнь в Росторговой. Ну, собственно, откликнулись. Не жалко же. На благое дело идет. В эту субботу пройдет мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. Стоит отметить, сотрудники библиотеки активно принимают участие в различных благотворительных проектах. На протяжении двух лет здесь собирают пластиковые крышечки. Ответственный за сбор – робот Валя, который особо привлекает юных читателей. Наталья Буслава, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В конце сентября прошлого года ушел из жизни директор Центра культуры поселка совхоза имени Ленина Николай Жуков. В день его 55-летия коллеги, друзья, жители поселка и представители руководства муниципалитета собрались на творческий вечер, который был посвящен памяти талантливого руководителя. В Малом зале муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина в этот вечер царила особая атмосфера. 11 января бывшему директору учреждения Николаю Жукову исполнилось бы 55 лет, но в сентябре 2022 года его не стало. Провести творческий вечер памяти Николая Юрьевича решили еще во время прощания с руководителем. Была высказана идея сделать такое мероприятие музыкальное, чтобы почтить его память как руководителя культурно-досугого и творческого учреждения, чтобы это был концерт с его любимыми песнями, с его любимым баяном, с его любимыми музыкальными произведениями. Николай Жуков возглавил муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина в конце 2020 года и с энтузиазмом принялся за работу. В прошлом кадровый военный он не имел специального образования в области культуры, но компенсировал это широкими познаниями в различных областях, вкусом и врожденным чувством прекрасного. Он эрудированный, образованный, оказался непростой биографией. Оказалось, что в искусстве разбирается, получит тех, кто учился в этих институтах специализированно. Об этом же говорили на вечере и коллеги Николая Юрьевича. К каждому он мог найти особый подход, находил время выслушать и помочь. В коллективе он пользовался не только уважением, но и самой искренней любовью. И он как-то входил в наши сердца настолько постепенно, испуганно. Я не чувствовала никаких эмоций к этому человеку. И как-то он сумел вот так забраться в сердце, что до сих пор не отпускает. Во время работы Николая Жукова коллектив муниципального центра культуры пополнился плеядой талантливых преподавателей, закончивших престижные российские вузы. Каждый из них вспоминал бывшего руководителя с теплом. Для меня он сделал действительно очень много. Я его могу поставить, сравнить с близкими для меня людьми. После каждого выступления всегда он производил разбор полета, критиковал, если что-то не получилось. Да и хвалил, когда что-то было удачно. На творческом вечере прозвучало немало произведений, которые появились в репертуаре преподавателей Центра культуры, в том числе благодаря Николаю Жукову. Знакомые мелодии звучали по-особенному. И это отмечали все, кто был сегодня в зале. И он такой с улыбкой, и все равно слеза идет, и идет, и эмоции просто переполняет. Кто не выйдет на сцену, да слез доводит. Просто вот своей улыбкой, своими словами в адрес доброго человека, хорошего. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.